Братья и сёстры, в заключении нашего общения я прочитаю текст Священное Писание, и мы будем молиться, порассуждаем. Я хотел бы напомнить из книги Псалмов, Псалом 91, с 13 стиха. «Праведник цветёт, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания, насаждённые в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что «Праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нём». Я напомнил текст Священного Писания, и здесь написано, что «Праведник цветёт, и насаждённые в доме Божьем, они тоже цветут во дворах Бога нашего». Хотелось бы порассуждать об этом, кто такие праведники, кто такие насаждённые в доме Божьем, и как это цвести кратенько, и плод приносить. Мы уже слышали об этом, что это очень важно в жизни нашей, чтобы нам приносить плод, возрастать духовно. Хотелось бы на это отметить и сегодня, и для себя порассуждать, и для всех нас. Мы сегодня молимся об этом, чтобы Господь благословил нас, благословил наших братьев, которые совершают служение, которые трудятся в отделах определённых, где тоже совершают служение, и мы молимся, чтобы Господь благословил. И это дело, дело нашего всего служения, чтобы Господь благословлял, чтобы имя Его славилось. И, конечно, мы понимаем, что это Господь действует. И Господь действует через своих сосудов, которые Он избирает для того, чтобы и сегодня имя Его славилось, чтобы и сегодня мы могли иметь утешение, радость, иметь Слово, которое сегодня мы слышим. Я напомню о том, что праведники, мы не от того, что мы самые хорошие, а от того, что Бог избрал нас ко спасению. И это Он не делает выборочно, а те, которые обратились к Богу, услышали этот призыв. Господь, Он всех призывает и желает, чтобы мы были праведниками, были детьми Его, были насаждённые в Доме Божьем. Смотрите, в Ефесянам написано здесь, во 2 главе, с 8 стиха буду читать. Ибо благодатью вы спасены, через веру и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы Его творения созданы Богом на добрые дела. Вот так Господь говорит. И дальше Он повествует, что вы некогда были какими? Какими мы были все? Если каждый из нас может в сердце своем порассуждать сегодня, каким я был до того, когда меня Господь призвал. А здесь Господь говорит, да, мы были просто безбожники. И вот как здесь написано. Не имели надежды, были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, выбывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Вот так Господь приблизил нас, призвал нас и назвал нас праведниками. Он сегодня, каждого из нас, которые услышали этот призыв спасения, пришли ко Христу. Господь называет нас праведниками. Теми, которые насажденные в Доме Господнем. Господь нас, это Его творение. Он нас насадил, приблизил, назвал нас своими. Мы сегодня близки кровью Иисуса Христа. И Господь желает, чтобы мы жили и исполняли Его волю. Вот так в Писании написано, что разве вы не знаете, что вы храм, живущий у вас Святого Духа? И вы уже не свои. Дальше Господь вот так дополняет. Это 1 Коринфянам 6 главе, по-моему, написано. И вы уже не свои, вы куплены дорогою ценой. Поэтому прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших. Мы сопоставляем и сегодня рассуждаем. Праведник цветет. Праведник, насажденный в Доме Божьем, он цветет и приносит плод. И благодаря нас нашему Богу, что мы имеем это во Христе Иисусе. Он назвал нас своими. И сегодня Его воля есть в том, чтобы благоухание Христово, оно распространялось. Как апостол Павел пишет, что оно распространяется нами. То есть апостолом Павлом распространялось. Господь желает, чтобы и в нашей жизни Господь распространялся. Это вот цвет, когда цветет. Вот мы знаем, что сейчас весна, скоро, да, уже будут цвести. Как запах приятный, когда цветет все вокруг. Так хотелось бы, чтобы и в нашей жизни это благоухание Христово, оно распространялось нами. И сегодня наша молитва об этом, чтобы Господь благословлял нас, чтобы и многие сегодня слышали о Христе, видели это в жизни христиан. Хотелось бы отметить, что Господь говорит нам, Псалом Первый. В воскресенье мы слышали об этом, мальчик рассказывал, по-моему, да? Вот Псалом Первый. Там написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешном, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лис, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Вот как бы вот это рассуждение о том, что Господь говорит, что это будет, он как вот подобно кедру на ливане возвышаться. Почему? Потому что воля его в законе Господа. Мы слышали сегодня, чтобы нам приносить плод, нам надо сердце, чтобы было расположено для того, чтобы слагать слова, которые мы слышим от Господа, и исполнять их в жизни своей. Мы сегодня рассуждаем об этом, что праведник, он цветет, как пальма, он возвышается, как кедр на ливане, вот или как дерево, посаженное при потоках вод. Насажженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовитые, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Как хочется, чтобы и сегодня эти плоды, они были в моей жизни. В каждого из нас в жизни плоды, плоды, которые приносят вот это утешение, возвещение о Господе, о Его любви к нам и ко всем окружающим нас, мы можем так прочитывать эти плоды. Вот Галатам 5 глава, 22 стих, плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Господь говорит, вот плоды, которые посредством того, что мы соединяемся с Господом, мы исполняем Его волю, и эти плоды, они могут в нашей жизни быть очевидны. Плоды Духа, где сегодня Господь желает, чтобы мы могли приносить. И это плод был наш, очевиден. Понимаете, вот бывает так, что возрастая духовно, человек приносит эти плоды. Вот здесь написано, что и в старости, насажденные в доме Господнем, они цветут и приносят плод, и в старости плодовиты, сочны и свежи. Хотелось бы, чтобы и сегодня мы уже, как бы, я уже отношусь тоже к возрасту, так сказать, немолодому. И вот рассуждаю об этом. А как в моей жизни сегодня плоды, плоды Духа, которые Господь вот сегодня открывает. Как я сегодня в старости сочны, вот плодовиты. То есть они и сегодня, насажденные в доме Божьем, они имеют эту милость от Бога, чтобы не быть... Потому что старость, она немножко отображает нашу жизнь, может быть, какую мы прожили и в молодости. Если мы неправильно живем, плод наш, может быть, наоборот, не возрастать к старости, а немножко уже наша, мы слабеем, мы больше нервничаем, мы больше раздражаемся, мы больше можем роптать, мы можем еще и еще, и я не хочу перечислять этих качеств, которые может сегодня посещать мое сердце. А Писание говорит, что у нас должна обратная... Вот мы слышали сегодня, да, во второй проповеди, что мы возрастать же духовно должны. И сегодня, вот как необходимо нам, чтобы проверить, и я свое сердце хочу проверять, и каждому из нас, чтобы помолиться, попросить у Бога милости. И это дает Господь сегодня, дает... И как хорошо, когда вот в возрасте, уже люди в возрасте, и они полны этих плодов. Люди в труде, они плоды эти приносят. И это очень благодарно нашему Богу, что мы имеем эти примеры в жизни нашей. Много братьев сегодня, совершающих служение, которые отображают, и несмотря на все эти трудности, которые сегодня мы встречаем, они идут этим путем, чтобы имя Божье прославлять, чтобы свидетельствовать. Идут дальние страны, идут, много совершают труда. И это милость Божья, это благословение, которое мы видим сегодня. Пусть Господь и благословит и наши сердца. Быть благодарными и быть теми, которые приносят плод, приносят плод жизни своей. Будем молиться и за братьев, которые совершают служение, и за все отделы в нашем братстве. Пусть Господь благословит нас. Мы помолимся Ему за все слава веки вечной. Аминь.